Рахмет Кайрбек, мы продолжаем главные новости на канале Атамикен Бизнес. Мои коллеги и я, Дмитрий Мачили, расскажем об основных событиях и темах этого дня. Смотрите сегодня. Ночная жизнь для желтых и зеленых. В стране ослабят карантин и увеличат время работы для объектов бизнеса. С триллионом в село. А вы знали, что люди такие? Худжи, гуджи, 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 гуджи. Достойную жизнь хотят обеспечить чиновники, жителям аулов и выделяют на это больше одного триллиона тенге. Расскажем, на что их потратят и в чем действительно нуждаются сельчане. Ответственность, она не всегда по душе тем, кто привык 30 лет управлять так, как управляет. В Казахстане будут учиться экономно расходовать бюджетные деньги, реализуя национальные проекты. Но с оговоркой учиться будет непросто. Бумага стерпит не все. Самого по себе дефицита его нету в реалии. Мининдустрии снова планируют запретить вывоз макулатуры из страны, чтобы обеспечить сырьем местные заводы. Сборщики бумаги снова сомневаются, что наши производители справятся с объемами. Заместители Акимов предложили наказывать за невыполнение плана против вакцинации от коронавируса. Такую идею озвучил заместитель премьер-министра Иролы Тукжанов сегодня на заседании правительства. Как конкретно наказывать, увольнять или лишать премии, он не уточнил. Сейчас, судя по данным Минздрава, план по вакцинации смогли выполнить только в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шемкенте. В аутсайдерах Мангустаусской и Кустанайской области. Судя по всему, на примере курирующих замакимов именно этих регионов мы увидим, каким будет наказание. На заседаниях МВК неоднократно давались поручения регионам ускорить темпы вакцинации, однако должным образом не исполняются. В этой связи считаем целесообразным поручить таким регионам принять исчерпывающие меры по организации вакцинации с учетом опыта Восточно-Казахстанской области. Отметить личную ответственность руководства Акиматов за невыполнение плана вакцинации. В последующем случае отсутствия положительной динамики считаем целесообразным принять меры дисциплинарного характера курирующим заместителям Акимов. Между тем, подлежащие вакцинации от коронавируса контингент увеличили до 11,4 миллионов человек. Их планируют привить до конца 2021 года. Изначально министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что в сентябре в Казахстане планируют привить 10 миллионов человек, но к тому времени два компонента вакцины получили лишь 6,6 миллионов. Сейчас же, по данным Минздрава, в Казахстане первую дозу вакцины получили чуть больше 7 миллионов, а полностью иммунизировались 8 миллионов человек. Между тем, в Казахстане ослабляют карантин. Как рассказал министр Алексей Цой, в стране стабилизировалась эпидситуация. По его словам, уже завтра родственникам разрешат посещать пациентов медико-социальных объектов. Для этого необходимо наличие паспорта вакцинации или ПЦР-тест. Открываются ночные клубы для гостей с зеленым статусом. Хорошая новость для бизнеса. Например, в зеленой зоне время работы объектов бизнеса по АШИК продлевается до 3 часов утра. Для лидеров приложения – до 5. В желтой зоне – до часу ночи, а лидеры АШИК в этих регионах могут принимать клиентов до 3 часов утра. Вместе с тем, глава Минздрава отметил, что за две недели заболеваемость ковидом снизилась на 17%. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов. В период с 25 августа по 18 октября во всех регионах закрыто 103 объекта или 30 881 инфекционная койка. Продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Пересмотрен план вакцинации и на сегодня составляет порядка 11,4 миллиона человек. Отечественную вакцину Казвак усовершенствует для защиты от новых штаммов коронавируса. Планами поделилась заведующая лаборатория, где производит препарат Нурика Санженова. Сейчас Казвак может эффективно противостоять уханскому варианту коронавируса, но исследования по эффективности замены штамма уже проведены. Впрочем, сама технология производства меняться не будет. Разработчики уже подали все документы и ожидают ответа регуляторного центра. Точные сроки принятия решения пока неизвестны. И, как отмечает вирусолог Казвак, в нынешнем виде не теряет своей эффективности от существующих штаммов коронавируса. Любое изменение должно получать разрешительный какой-то момент от регулятора. Для этого мы сейчас уже подготовили всю документацию, где были проведены исследования на лабораторных животных по эффективности именно замены штаммов от уханского исходного штамма на дельта-штамп. Пока мы в процессе работы с регуляторами. То есть, насколько эффективно? Сейчас в стране произведено около 1,7 миллионов доз препарата. До конца года планируют произвести еще 1,3 миллиона. Около 30 стран уже обратились в МИД с просьбой поставлять им нашу вакцину. При этом в сам институт, где ее производят, обращались в 12 стран. Но своей первостепенной задачей институт ставит обеспечение внутреннего рынка. Министерство индустрии намерено на полгода запретить вывоз макулатуры с территории Казахстана. Госорган считает, что это поможет нарастить объемы внутреннего производства бумажной продукции. Ведомство заявляет, что рынок упаковки с бумаги сегодня более востребован, чем из других материалов. Картон и бумага имеют самую высокую степень переработки, в отличие от тех же полиэтиленовых пакетов. Два года назад, когда вводился аналогичный запрет, производство бумажной продукции выросло в разы. На отечественные заводы смогли увеличить мощность и начать выпуск новых проектов. Снятие запрета на вывоз макулатуры привело к дефициту сырья в производстве гофрокартона, из-за чего на продукцию выросли цены. Последний запрет был введен в 2019 году сроком на два года. Ограничительные меры правительства по вызову макулатуры способствовали стабилизации сырьевой базы для переработчиков регенерируемой бумаги или картона. За период действия от последнего запрета перерабатывающие заводы были полностью загружены сырьем. Это позволило увеличить налоговые поступления отрасли на 23% и создать новые рабочие места. Рынок лома металлов тоже дало себя знать в этом году. Сейчас в Казахстане действует запрет на вывоз с металлолом автотранспортом. Цены на этот продукт рванули вверх на фоне пандемии, а экономика стала больше уделять внимание собственному производству и экспорту уже готовой продукции. По мнению экспертов, помочь снизить цену на металл смогут заградительные пошлины. Между тем, заготовщики макулатуры из Павлодара не разделяют планов госорганов о запрете и говорят, что этот запрет на вывоз сырья чреват проблемами. Ограничения спровоцируют накопление в стране неперерабатываемого вторсырья, то есть тонны бумажных отходов попросту сгниют на складах, так как переработчики не справятся со всеми объемами, у них просто не хватит мощностей. Тем более отечественные заводы по переработке макулатуры закупают далеко не все, в отличие от российских предприятий. Нужен ли в таком случае запрет, выясняла Галина Трощева. Павлодарские упаковщики, изготовители коробок сетуют на удорожание сырья, а именно картона и бумаги. С начала года их стоимость в Казахстане выросла на 50%, а все из-за нехватки макулатуры. Около 170 тенге было за квадратный метр нашей продукции. А на сегодняшний день у нас стало 220. И эта цена уже для нас предел практически по себестоимости. То есть мы дальше иметь какую-то маржу или нам поднимать на 230-240. Потребители, а это предприятие половины Казахстана, вынуждены отказываться от бумажной упаковки. Из-за постоянно повышающейся стоимости. Заготовщики же макулатуры наоборот уверяют, что нехватки вторсырья нет. Дефицит создан искусственно. Самого по себе дефицита его нету в реалии. Причем при всем у нас есть официальные подтверждения завода Казахстанка ГАЗы в письменном виде, что они не готовы принимать макулатуру в связи с переполнением склада в торсырья. Отечественный переработчик отказывается принимать часть макулатуры. Это яичные лотки, картонные трубы и уголки, коробки из-под фруктов и овощей. Зато все это с радостью скупает Россия. Если будет полугодовалый запрет, у нас на складах, у нас здесь не так много крупных сборщиков, соберется за это время порядка 500 тонн картона. То есть тот, который они не смогут просто-напросто у нас купить. Как это было в 2018 году? Двугодовалый запрет на макулатуру. У нас просто гнило все в складах, лежало мертвым грузом. Лучше нас, казахстанских заготовителей, загнать в самый угол, приезжать, так скажем, к ногтю, закупать у нас за копейки, нежели дать нам возможность играть на свободном рынке в торсырья. Мораторий участники рынка называют нечестной игрой. Они все же надеются, что правительство примет верное решение. В противном случае запрет на вывоз приведет к захламлению полигонов. И в проигрыше останутся десятки казахстанских предприятий. Галина Трощева, Кайрат Алпызбаев, телеканал Атамикен Бизнес, Павлодар. Похожие проблемы у производителей пластиковых изделий. Они жалуются на то, что за 10 лет объемы производства у них снизились на 80%. Связано это с недостатком в торсырья, который в большей массе приходит с мусорных полигонов. На сегодня основной объем собранного для переработки пластика уходит на российский рынок. Там покупают дороже. При этом наши полигоны занижают наличие сырья, чтобы основные объемы сбывать как раз на рынке соседней страны, говорят переработчики. В связи с этим в Ассоциацию покупщиков Казахстана предложили ряд мер, в том числе ввести аналогичный запрет на вывоз непереработанной ПЭТ-тары. И второе, учитывая то, что на полигонах, полигоны работают мусорные бесконтрольно, в основной своей массе, за исключением одного-двух полигонов, которые открыто работают и являются образцово-показательными. То есть мы предложили передать управление полигонами местными исполнительными органами именно предприятиям, которые этой переработкой занимаются. Владельцы мусороперерабатывающих заводов жалуются на отсутствие поддержки со стороны местных властей. Дело в том, что такие предприятия в Казахстане есть не во всех областях. Везти сырье в соседние регионы за границу обходится слишком дорого. А чиновники к сотрудничеству не готовы. Стороны выслушала Вера Шеллер. Это все токсичные металлы, которые попадут в природу, если их не собрать. Коробки с использованными батарейками и энергосберегающими лампами из Карагандинского экомузея отправляются на завод по переработке промышленных отходов. Там они просто хранятся. В Казахстане, к сожалению, такое сырье нигде не перерабатывают. А везти вагоны батареек в тот же Челябинск предпринимателям слишком дорого. Поддержки от государства нет. По мнению экологов, запрет на экспорт в торсырья поможет наладить переработку ТБО в нашей стране. Сырье должно оставаться в стране, я тоже так считаю. Вывозить из Казахстана нужно только то, что здесь невозможно переработать. Например, как стойки органические загрязнители. Бумага, стекло, резина, металл, любые пластики. Это все должно оставаться в Казахстане, превращаться в полезные продукты. Чтобы это не сжигалось, а снова превращалось в полезные изделия. К сожалению, не перерабатывают в Казахстане не только опасные отходы, но и обычные цветные бутылки. Алматинский завод принимает только белые. И такая проблема со многим сырьем. Ткань, например, принимают только в Оренбурге. Пластиковые бутылки везут в Петропавловск. На Тимиртаусском заводе перерабатывают пока белый пластик. Из него изготавливают полимерно-песчаные люки. По качеству прочнее и дешевле металлических. Вот только местные власти такой товар не оценили. Зеленая экономика города Металлургов оказалась не нужна. Сейчас бы хотелось, конечно, чтобы с нами Акиматы вышли бы хотя бы на краткосрочные, желательно долгосрочные работы по изготовлению, например, на закупку полимер-песчаных люков. Потому что города они украшают, они все делают, но вместо железных люков можно положить полимер-песчаные. Они и долговечнее, и надежнее. В месяц на заводе сортируется порядка 10-12 тонн мусора, но, к сожалению, большая часть сырья лежит невостребованной. Главной проблемой Тимиртаусского завода по переработке мусора последние годы по-прежнему остаются цветные и темные бутылки. К сожалению, в Казахстане такое сырье популярностью не пользуется, а вести такой груз за границу для предприятия слишком дорого. Транспортировка обойдется, по словам владельцев завода, намного дороже. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикен Бизнес». Если вернуться к планам о запретах, то напрашивается вывод, что в министерстве при его рассмотрении выбирали меньше из двух зол. Ведь и переработчики макулатуры, и сборщики – это субъекты бизнеса. Но учтены были интересы бизнеса, где занято, видимо, больше людей, куда вложено больше инвестиций. Еще один вывод, который буквально на поверхности – а не проще ли обеспечить обязательным объемом сырья переработчиков бумаги, не закрывая при этом границы? Попробуем разобраться. В этом всем я приглашаю к нам к беседе Бетербека Убакирова, председателя правления Ассоциации упаковщиков Казахстана. Бетербек, здравствуйте. Добрый вечер. Рады видеть, спасибо. Взаимно, взаимно. Проходите. Если все-таки смотреть на структуру рынка, то сколько у нас сегодня вообще в Казахстане переработчиков, и сколько тех, кто собирает макулатуру? Есть такие цифры? Вы знаете, цифра по переработчикам, она есть, а по сборщикам, к сожалению, труднодоступна или ее нет. Сколько у нас? Переработчиков на данный момент 340. Те риски, о которых мы слышали сейчас в сюжете, это они все риски о том, что будут гнить сырье на складах? Да. Или есть какие-то еще подводные камни, о которых мы не знаем? Да, есть риски. И в этом году, и с этого года, начиная с этого года, цены выросли на вторичное сырье. На гранулы, на полимерное сырье, на металл, на макулатуру. И на сегодняшний момент, конечно, надо осторожно относиться к мерам госрегулирования. Но, подчеркну, что меры госрегулирования, они необходимы. В таком случае, о каких мерах госрегулирования сегодня? Ну, эффективно, ну, что ли, так сказать, нужно говорить. Если мы отклоняем, как таковой, запрет. Да. Гипотетически. Да. С начала этого года в Казахстане начала работать программа Эко-Колдау, оператор РОП. Так. Да, и эта программа, на самом деле, очень серьезно внесла расклад в развитие вообще системы сбора и переработки вторичного сырья, плюс транспортировки. То есть, оператор РОП с программой именно Эко-Колдау оказывает финансовую поддержку всем сборщикам вторичного сырья. То есть, представляете, те, кто с утра до вечера на мусорках, на свалках собирают или там работают с торговыми сетями, вот, транспортировщикам и переработчикам. Это как замкнутый круг. То есть, если сборщик собрал 100 тонн макулатуры, как вот, ну, полдарцы говорили, там, 500 тонн собрали, да? Если они хотят получить субсидии, а там неплохие субсидии, они должны сдать именно казахстанскому переработчику. То есть, это, значит, цепочка такая. И наши довольны переработчики, то, что есть сырье. И наши переработчики еще получат субсидии, правда, они такие большие, как сборщики. Но при этом они понимают, что, все сборщики понимают, что они гарантированно получат субсидии, если сдадут именно нашим переработчикам. То есть, в данном случае идет метод, знаете, это стимулирование именно мотивации для сбора вторичных отводов. Но именно РОПовские меры вынесли. Да, да. А подобный запрет, он тогда, ну, не совсем бьется с тем, о чем вы сейчас сказали. Нет, оператор РОП с программой Экохолдау усиленно заявил о себе в начале этого года. Только 2021 год. Да, в прошлом году и в последующих они, да, был, наверное, подготовительный этап. Но те запреты, которые мы вводили ранее, они, безусловно, оказали положительное влияние. Огромная благодарность Министерству торговли и интеграции, Министерству индустрии. А также Атамикен способствовали тому, что, можно немножко статистики. За 10 лет число действующих производителей бумажной продукции выросло со 158 до 340. Увеличилось количество предприятий и объем производства в три раза увеличился. С 23 миллиардов до 71 миллиарда. То есть говорить, что запрет вам, в принципе, не нужен, ничему не приведет, это неправильно. Нет, это была вынуждена нужная мера. И ассоциация упаковщиков Казахстана была главным инициатором. Хорошо, но сейчас вы уже не совсем согласны, что запрет нужен. Мы считаем, что на сегодняшний момент очень серьезный такой фактор, это именно оператор РОП ЭКОХОЛДАУ. И она прям серьезно внесла коррективы. И мы считаем, что именно в данном секторе, именно по производству переработки макулатуры, она уже не совсем актуальна. А такой важный нюанс озвучили в сюжете. Насколько сегодня заводы по переработке макулатуры загружены? Вы знаете, был недавно такой случай, что некоторые заводы звонили мне и говорили, нам нужно срочно попасть в программу ЭКОХОЛДАУ. Почему? Потому что некоторые сборщики говорят, мы получаем субсидии, вы должны быть в этой системе. Я могу сказать, что сейчас наши заводы загружены на порядка более 50% по нашей информации. Почему? Потому что еще есть такой очень катастрофически активный, огромный спрос со стороны России, Узбекистана и других стран в нашей бобинах, в нашей гофробумаге. Почему? Потому что ситуация складывается тем, что пандемия повлияла на спрос населения. И многие люди сейчас, особенно в Юго-Восточной Азии, предпочитают заказывать еду домой. Соответственно, в бумажных купонах. Ну, к этому мы сейчас вернемся еще. Но, тем не менее, смотрите, заводы загружены всего на 50%. Более 50%. На более 50%. Можно ли говорить о том, что в данном случае рынок слабо регулируется? Если учесть, что есть альтернативный вариант, о котором и сам бизнес в том числе говорил. А давайте мы сделаем обязательные, значит, поставки на заводы со стороны тех, кто заготавливает ее. Но часть вы дадите нам все-таки продавать за рубеж, потому что это тоже в деньги, выгоды и налоговые отчисления. Вы знаете, мы в конце прошлого года активно этот вопрос поднимали и пытались, предлагали ввести механизм квотирования. Механизм квотирования, это говорит о том, что в первую очередь насыщаются казахстанские переработчики сырьем необходимым. А излишки, если они есть, и вы знаете, года два тому назад излишки были. А на сегодняшний момент у нас порядка более 10 крупных заводов в Казахстане, ну, средние крупные, которые готовы, которые говорят, да без проблем. Мы готовы покупать макулатуру и готовы давать конкурентоспособную цену. То есть говорить о том, что у нас сейчас будет макулатура собранная гнить на складах, все-таки не стоит? Я думаю, не стоит. Ваше мнение, ваш прогноз? Я думаю, нет, она не будет. Это сейчас сырье, которое просто катастрофически не хватает нашим переработчикам. И, кстати, еще один вопрос, который интересует многих. Запрет подобный, он в конце концов действительно может привести на удорожание продукции дальнейшее для покупателей, для населения? Логики не вижу. Ну, запрещают, значит, здесь, вернее, отмена запрета, да? Отмена запрета. Отмена запрета. Скорее всего, отмена запрета, да. Ну, я думаю, вы знаете, сейчас у нас на все товары идет повышение цен. Просто здесь взаимосвязь будет сложно. Да, здесь очень сложно. И, знаете, здесь надо понять, начиная вот там ГСМ и многие факторы, которые могут повлиять. Ну, наличие сырья, конечно, на процентов 10-15 может подорожать. Если будет недостаток. Ну, тоже не маленькая цифра. Да, да. Но, вы знаете, в себестоимости товара все-таки упаковка, она не такую большую роль играет. Но, конечно, когда есть, ну, я вижу факторы еще конкуренции. У нас, если раньше, года два назад были один, два, три крупных завода или там заводы, которые могли предложить свою продукцию, в этом году мы уже видим, что, опять же, от действия прошлых запретов, катастрофическая ситуация поменялась, катастрофически в хорошем смысле этого слова. И в нашем случае сейчас даже будет конкуренция. То есть, за тех или иных крупных потребителей упаковки будет конкуренция и, соответственно, цены будут, игра с ценой будет. То есть, в результате конкуренции цена должна быть адекватной. Хорошо. А почему, кстати, в России дороже покупают наши сырья? Вы знаете, наверное, мы обратимся все-таки к Советскому Союзу. В России изначально всегда была инфраструктура более мощнее, чем в Казахстане. Если наша бумажная промышленность только последние лет пять показывает какой-то темп роста, опять же, при поддержке правительства, регулировании поддержки, то в России это практически всю жизнь это было. То есть, у них есть и лесистость очень большая, у них есть первичная целлюлоза древесная, у них и заводы целлюлоза бумажные. Если у нас там выпускают, перерабатывают там около 60 тысяч тонн в год, у них там 100 тысяч тонн могут. То есть, там масштабы просто катастрофически огромные. Конечно, конечно. И для них там поднять цены, там немножко там, может быть, сломать наших переработчиков, это вопрос такой, знаете, несложный. Если все-таки углубиться вот в эти детали переработки самой непосредственной, вы сказали, так же и мир, собственно, об этом говорит, то здесь вопросы экологии стоят далеко не на последний план. А почему в таком случае у нас в Казахстане до сих пор не налажено производство вот крафт-бумаги той самой? Вы знаете, крафт-бумага, процесс производства, это немного сложнее и требует более огромных инвестиций, нежели производство гофр-бумаги обычной. Почему? Потому что там уже больше используются целлюлозы. В Казахстане нет целлюлозы, и в любом случае нам надо будет закупать ее. А целлюлоза сейчас продается практически не во всех странах мира. Как вы знаете, в Казахстане всего лишь 4% лесистности. Соответственно, никто нам не даст вырубить деревья в Восточно-Казахстанской области, в Северно-Казахстанской области. Тем более, когда такие масштабные планы появляются. И нам приходится завозить, но я думаю, проект интересный, но надо считать. Надо считать с точки зрения рынка, с точки зрения культуры потребления. А вот этот аспект, в принципе, экология, он здесь есть? Конечно, конечно. Ключевой. В макулатуре? И в макулатуре, и в пластике. Акцент экологии ключевой. Вот поэтому для нас Министерство экологии является ключевым партнером в данном вопросе. Они, кстати, как выступают? За, против отмены? Они изначально всегда были против запрета. Но в некоторых позициях они идут навстречу. Почему? Потому что мы, на самом деле, предоставляем достаточно взвешенный анализ. Хорошо. Что с пластиком? По пластику слышим то же самое, говорят, давайте-ка запретим. Вы как к этому относитесь? Да, мы полностью поддерживаем эту идею. То есть по пластику говорите, давайте запретим, вывозить сырье. Потому что индустрия не развита. Дмитрий, ситуация следующим образом, что в Казахстане есть около 10 заводов по переработке PET, но как таковой глубины переработки мы не наблюдаем. То есть PET у нас на грани просто как через сепаратор, через шредеры пропустили, получились флексы, обрезки. И на этом этапе мы только продаем. Но мы хотим, чтобы был дальнейший этап. А дальнейший этап заводы говорят, у нас нет сырья. Нам по привычке просто все вывозят в Россию, Узбекистан. Кстати, Узбекистан уже с 2013 года ввел односторонний запрет на вывоз PET-отходов. То есть они говорят, извините, наши заводы самим нужно это сырье, мы будем перерабатывать. И сейчас они являются номер один экспортерами по пряже, по гранулам именно вторичного PET. Мы к этому идем, мы хотим, чтобы такая же ситуация наблюдалась в Казахстане. Но для понимания здесь идет речь о том, что одежду, да, готовят? Одежду, да, там очень много. Там и в строительстве используется, и в производстве мебели. На самом деле эти гранулы, это, не знаю, это огромный пласт, где можно использовать. Я больше скажу, в Европе даже есть норматив, директива, где в бутылке воды, бутылка воды на 20% должна содержать вторичное сырье. Бутылка воды? Бутылка воды. Власти. Да, она должна уже 20%. А в 2030 году должна 30%. То есть, понимаете, это не первичное, они уже понимают, что надо немножко в рамках программы экономики замкнутого цикла должно быть стимулирование именно сбора и переработки вторичных отходов. Но в Европе, что говорить, там много инициатив, там и фонтаны ставят бесплатно, чтобы люди меньше, наоборот, покупали эту пластиковую воду. Да, 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 есть минуты. А вот согласны вы с тем, как отмечалось сегодня уже в предыдущем материале, о том, что полигоны, да, немножко занижают вот эти объемы для того, чтобы вывезти за рубеж? Я вам больше скажу, тема полигонов для нас такая, знаете, как вообще закрытая тема. Почему? Потому что мы не знаем, что там происходит. Мы вообще не понимаем, сколько образуется по этому. Мы знаем, что Казахстан ввозит полтора миллиарда бутылок PET ежегодно. Мы знаем, что, опять же, по цифрам оператора РОК, мы знаем, что около пяти, там максимум восьми процентов перерабатывается. Дмитрий, что делается с остальной частью? Я боюсь предположить, что она сжигается, отравляя нашу почву, воздух, захоранивается, отравляя нашу почву и воду. То есть в данном случае мы хотим просто взять, как оцифровать этот процесс. Мы хотим сказать, ребята, есть переработчики, мы хотим полностью весь PET в Казахстане, который образуется, переработать. Но это первый шаг. Второй шаг, мы инициируем создание фандоматов, установки фандоматов в стране, чтобы немножко культуру населения приучить к тому, что PET это сырье, его надо выбрасывать в фандомат и получить за это деньги. Опять же, при поддержке оператора РОК и при поддержке Министерства экологии и Министерства индустрии, я думаю, этот процесс сдвинется и мы будем активно в этом направлении двигаться. Времени совсем мало остается. Какие вот меры, помимо того, о чем вы сейчас сказали, нужны именно для того, чтобы переработчики пластика почувствовали себя уверенно на рынке? Отмена НДС. Да, ситуация такая, таким образом, что в Казахстане пока сборщиком и в целом переработчикам отменили НДС, по переработке лом, сборщикам лома. По НДС у нас в Казахстане еще пока ситуация сложная, но это очень сильно ускорит процесс. Это первое. И второе, дайте нам возможность собрать весь ПЭД в Казахстане. Мы цены дадим достаточно уверенные и покажем экспорт и увеличим глубину переработки. И я думаю, в Казахстан очень серьезно двинется вперед. Хорошо, в таком случае я желаю успеха вашей ассоциации в отстаивании интересов этого бизнеса. Спасибо. Батербеков Бакиров, представитель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана, был у нас в гостях. На безотходное производство переходят тем временем мелкие рисовые хозяйства Казалардинской области. Иначе, по словам крестьян, им просто не выжить. Дорожает ГСМ, удобрения, сельхозтехника и запчасти. Затраты высокие даже при небольших посевных площадях в 300-500 гектаров. На новый этап рыночных отношений переходят десятки мелких хозяйств. Если раньше рисовый лузгу вывозили на свалки, то сегодня сбывают и шелуху, и мучку. Сейчас обрабатываем и шелуху сделаем в мелком виде. Когда перерывает рис, она мучка с полировкой, она выходит, корм выходит для скотов. А это от риса выходит, от дробленки это тоже маленький сорт риса, но она тоже потребляет для этого. Из него крахмал делает, основанно этот дробленок покупает Россия. Между тем, рисоводство, по прогнозам специалистов, постепенно теряет свою привлекательность. Два года назад были отменены субсидии на гектары посевов белого злака. Осталось лишь частичное возмещение затрат на поливную воду. Модные бренды ответственны за большую часть загрязнения природы и потребления ресурсов. Об этом заявило издание «Сквайр». Уже на протяжении многих лет различные модные дома были пойманы на уничтожении качественных, самое главное, пригодных для использования вещей. Хотя их можно было либо продать со скидкой, либо пожертвовать нуждающимся. Такая нелогичная ситуация является последствием кризиса перепроизводства. Компании, желая снизить налоги, собственноручно портят свой же товар. О подробностях расточительства в сюжете Тима Кудайберген. Наверное, не осталось в мире брендов, которые не были пойманы на недобросовестной спекуляции в погоне за снижениями налогов в получении льгот, которые возместят ущерб за якобы бракованный товар. Возьмем случай с брендом «Коуч». Блогерша Анна Сакс поделилась в своем ТикТок-канале обновками в виде разрезанных сумок, которые были найдены в мусорном баке рядом с магазином. Как оказалось, на сайте бренда есть целая программа с лозунгами о ресайклинге и осознанном потреблении, что очень иронично. У «Коуч» есть программа по реставрации сумок. Надеюсь, обувь это тоже касается. Так что я собираюсь отнести это все им же и попросить реставрировать то, что они сами же изрезали. Видео стало вирусным в соцсетях, и у «Коуч» не осталось другого выбора, кроме как объяснить ситуацию и обещать так больше не делать. Теперь мы перестали уничтожать поврежденные и бракованные товары в магазинах и стремимся к максимальному увеличению повторного использования таких продуктов в нашей программе «Коуч Рилофт» и других инициативах замкнутого цикла. Как говорилось ранее, в таких скандалах побывали практически все бренды от «Адидоса» до «Луи Виттона» и «Ральфа Лорена». Люди находили в мешках для мусора изрезанные пуховики и новые кроссовки. В 2018 году Бербери уничтожили неиспользованные продукции на сумму 28,5 миллионов фунтов. А ведь думалось бы, можно же ведь отдать аутлетам или пожертвовать фондам, но некоторые бренды считают, что это плохо скажется на их репутации и разрушит всю эстетику и тайну некого закрытого клуба для богатых. Да и вопрос об интеллектуальной собственности стоит остро. Модные дома не хотят, чтобы происходила перепродажа на сером рынке по завышенным ценам. Казахстан в этом плане тоже не отстает. Только вчера в сетях бурно обсуждались картофель и морковь, которые были выброшены посреди поля в Павлодаре. И это во времена роста цен на продукты. Очевидцы жаловались, что можно было отдать это на корм скоту. А управление сельского хозяйства назвали все это дело рефакцией. Рефакция – известный процентный вычет за попорченный товар. В управлении добавили, что при закладке на хранение картофель и морковь, которые не соответствуют стандартам, считаются неликвидным товаром. Все очень просто. Некрасивая картошка с дефектом недостойна оказаться на прилавках. В случае же с брендами ситуация уже решается. К примеру, во Франции на законодательном уровне запретили уничтожать люксовые товары. Как заключает издание «Сквайр», нужно снижать объемы производства, а не уничтожать то, что еще пригодно для использования. Тина Кудайбергена, Томикен Бизнес. До одного триллиона тенге в год намерены сэкономить в Казахстане при реализации национальных проектов. Об этом сегодня заявил руководитель офиса по их мониторингу Арман Евнеев. По его словам, сэкономить бюджетные деньги можно будет благодаря специальному управлению, где за каждым проектом будет закреплена персональная ответственность. При этом Евнеев не исключает, что непосредственно сами чиновники ответственные за бюджеты будут сопротивляться нововведениям. Он подчеркнул, что в его ведомстве понимают, что внедрение новых принципов будет непростым процессом. Напомним, что речь идет о 10 нацпроектах, которые недавно утвердил глава государства. В этот перечень вошли различные проекты в сфере здравоохранения, образования, цифровизации, АПК и зеленой энергетики. Это же не первая попытка внедрения проектного управления в Казахстане. Мы начинали это делать еще в 2010 году. Тогда впервые была разработана концепция национальной системы проектного управления. И тогда мы сделали экспертизу международную. И нам президент Японской ассоциации управления проектами дал оценку экспертизу, в которой он сказал, что это здорово в таких масштабах внедрения, но готовьтесь к яростному сопротивлению. Потому что вот такая прозрачность, конкретность и ответственность, она не всегда по душе тем, кто привык 30 лет управлять так, как управляет. Но сегодня в правительстве пообещали улучшить жизнь сельчан за 1 триллион тенге, причем обеспечат жителей аулов качественной водой, хорошим интернетом и дорогами без колдобин буквально в ближайшие 4 года. По планам Кабмина, деньги на развитие, это 1,3 триллиона, получат 3,5 тысячи поселков. Как сегодня обстоят дела в отдаленных селах и в чем действительно нуждаются сельчане, узнавала Упан Мегалина. Жители поселка Колтоган в Туркестанской области уже 10 лет пьют грязную воду, причем черпают ее из арыков. Чистую привозят только на водовозах, но и ее купить многим просто не по карману. Зимой сельчане, что называется, выживают, не вынуждены отстаивать дождевую воду или снег. Потом ее кипятят и используют. В селе уже два года пытаются сделать водопровод, но, говорят, после каждой смены Акима власти забывают об обещаниях. У нас нет воды. Вы видели, мы пьем воду из арыка. Иногда покупаем и перевозим издалека, но тоже не всегда получается. Никто из нас даже не может получить социальную помощь. Выживаем как можем. Работники Акимата тем временем невозмутимо заявляют. Вопрос с водопроводом решат до конца года. Однако жители аула уже не верят пустым обещаниям. Сельчане предложили чиновникам попробовать воду, которую пьют они. Привозят же воду, питьевую воду на машину. Если послушать чиновников, то к 2025 году сельчан ждет беззаботная жизнь. Они обещают отремонтировать дороги, построить новые дома, открыть производство и обеспечить рабочие места. Но пока все это – планы на бумагах. Будет достигнута стопроцентная обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения. Доступ к высокоскоростному интернету будет обеспечен для всех сельских жителей. Строительством и ремонтом будет охвачено 10 тысяч километров внутрипоселковых дорог. Для повышения качества и доступности образования в сельской местности планируется модернизировать 5000 школ и построить 315 новых. О развитии аула в стране говорят всегда, а главное – давно. И деньги выделяет вроде бы немалый. Но сельчане, к сожалению, результатов этих не видят. Напомню, программа «Аул Ель Бесыга» реализуется в стране с 2019 года. В прошлом году на развитие 480 сел выделили 106 миллиардов тенге. На ближайшие 4 года финансирование проекта увеличит до 800 миллиардов тенге. Упам Бегалин, Виктор Джекерис, Атамикен Бизнес. Тем временем редкий для сельской местности вид спорта – плавание – осваивают теперь жители поселка Желагаш Козлородинской области. Подобного крытого бассейна олимпийского стандарта нет ни в одном ауле региона. Его на собственные средства – это 350 миллиардов тенге – построил предприниматель Кайржан Культикенов. Урожение Джелагана сейчас проживает в Итерау, а комплекс он передан на баланс местного кемата. В день бассейне могут заниматься более 100 человек. В современном комплексе несколько душевых, есть раздевалки и медкабинет. Тренеров пригласили из областного центра, и первые группы уже начали заниматься. В планах руководства центра открыть секцию плавания и для малышей. Раньше мы на свой страх и риск устраивали заплывы в реке Сырдарье. Но в последние годы там очень мало воды и не искупаешься. Поэтому летом с друзьями ездили в Козелорду, купались в городских бассейнах. Сейчас всем классом записались в секцию плавания. В неделю четыре раза с удовольствием здесь плаваем. Открытие бассейна олимпийского стандарта 25 метров для нашего сельской местности огромный плюс. Я уверена, мы воспитаем не одно поколение олимпийских чемпионов. Ну и как говорится теперь о погоде. Аномальной погоды этой зимой не будет. Такой прогноз дает столичный гидромедцентр. Морозы и выпадение осадков – все в пределах нормы. Первый месяц зимы ожидается в южном, а в январе уже возможны северные морозы до 40 градусов. Зато февраль повторит прогноз предыдущих месяцев. То есть в северных регионах сохраняются снегопады и метели. На юге страны термометры покажут на 1 градус выше нормы. Несмотря на то, что лето в этом году выдалось засушливым и знойным, предстоящая зима осадками не побалует. Поэтому сельхозтоваропроизводителям придется задуматься о возможном снегозадержании на своих полях. Синоптики по этому поводу дают лишь рекомендации. Точных прогнозов они именно по этому поводу дать пока не могут. Циклон с центром сейчас над югом Новой Земли, который, в общем-то, нам принесет хорошие осадки. И эти осадки будут и на юге Казахстана отмечаться, и в юго-востоке республики. То есть в горных, предгорных районах мы ждем сильные осадки, выпадения сильных осадков. Следом за этим циклоном выйдет еще один циклон. Поэтому мы предполагаем, что осеннее увлажнение будет довольно-таки достаточным. Курс национальной валюты до конца года будет находиться в преддиапазоне 424-432 тенге за доллар. Такие прогнозы делают аналитики сегодня. Какие факторы будут влиять на тенге и как курс может отразиться на экономике, а также на личных кошельках казахстанцев, будет рассуждать сегодня Данил Москаленко в программе «Время говорить». Данил, добрый вечер. Добрый, добрый, Дима. Ну так получается, что тенге слабеет, я не пойму, почему, откровенно говоря, вот тебе. Вот ты сравни ситуацию. Нефть-то дорожает? Вообще нонсенс, да, именно в этом году на это все обращают внимание. Нефть идет и габка, а тенге почему-то... Сейчас будем разбираться. И плюс еще, понимаешь, значит, рубль дешевеет по отношению к доллару, а рубль-то на нас тоже давит, у нас большой импорт из России, а у нас, получается, рубль дорожает. То есть вот эти перекосы, мне интересно понять, что к чему здесь. Хорошо, надеюсь, удастся. Время говорить, Данил Москаленко. Спасибо. Я, Дмитрий Мачель, прощаюсь с вами до завтра. Читайте и смотрите Атамикин Бизнес в социальных сетях. Увидимся.